И всем привет ребят, с вами Стрвайк, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик будет посвящен новому трофею, возможному, который тестировал Орех. Вчера мне ДСА предоставил супер контентик с большим количеством пояснения, фрагментов конечно не так много и они не такие длинные, но пояснения от него меня очень сильно порадовали. И есть возможность записать целый полноценный видеоролик с вулканом трофейным, когда-то я уже видеоролик записывал с похожим устройством, которое тестировал Орех, но тогда то устройство выглядело наверное чересчур жестко с точки зрения критических выстрелов. Это устройство чуточку выглядит иначе и сегодня мы его вместе с вами разберем. Возможно это тот самый заветный трофей на вулкан. Если вы ждали этот видеоролик, если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройки в аккаунте кустойте мой личный тактоктимпэй, дальше оформлять покупку в магазине, ну и заплатить форму, которая есть в описании. Сразу скажу еще раз благодарность ДСАшечке за предоставленный контент. Вчера буквально только он поймал Ореха и записал видос и сразу же скинул мне, скинул только не полноценный видос, а фрагменты. Сказал, что при полноценном видосе качество очень сильно режется и соответственно нет возможности закинуть полный видеоматериал. Не знаю так ли это на самом деле, но наверное так. Так, поэтому у меня будут только лишь фрагменты. Ну и рассмотрим их, рассмотрим то, что он мне сам написал, то, что он мне продемонстрировал, да, в принципе, с обзором этого устройства. Ну и вот, как бы, на год 2042 попался Орех с вот таким вулканом, при этом наваливал довольно большое количество киллов и урона. Соответственно, устройство уже выглядит очень интересно с точки зрения имбаланса своего, да, то есть с точки зрения имбаланса своего уже выглядит интересно. Начнем давайте с первого фрагмента. Здесь у нас получается будет сколько? Будет у нас... Блин, почему я не могу стополнуть видео? А, вот. Могу теперь стополнуть. Здесь у нас будет получается 4 фрагментика. Все фрагменты, не сказать, что супер большие, ну и дальше мы подведем итоги уже, исходя из того, что мы видели, исходя из того, что сам ДСА заметил по характеристикам этой пушки, да, и по характеристикам вообще этого устройства, что оно из себя представляет. Первый фрагмент довольно коротенький, 11 секунд, но здесь именно четко смотрим на навал, на возможность очень быстрой отпуска и запуска. Дальше снаряда, то есть вы видите, что, например, орех накидывает, накидывает домашку, вот здесь вот будет отпускаться пушка, или бы она сама у нас вроде как отпускается. То есть в моменте отпускается и видно, видно, что перезарядка, перезарядка самого выстрела, да, то есть вот ты когда нажимаешь на вулкане зарядку, то есть у тебя там, например, есть где-то 5-7 секунд, когда ты можешь накидывать урон. И дальше ты, когда отжимаешь кнопку, у тебя идет, ну не сказать, что супер длительный период, но относительно не короткий период, когда ты не можешь накидывать урон и у тебя идет перезарядка своего баллона. Здесь же четко наглядно видно, что этого тайминга практически нет. То есть вот сейчас здесь отжимает орех кнопку, буквально происходит раз, секунда и он уже зажимает. То есть там по сути вот эта вот перезарядка, она супер-супер-супер маленькая. Да, ну и при этом по урону накидка выглядит тоже довольно-таки в большом количестве. Так, это у нас получается такой первый маленький фрагментик. Следующий фрагмент, здесь тоже наглядно чисто видно перезарядка. То, что она супер-быстрая, то есть вот орех, например, отжал только что кнопку, нажал еле-еле, отпустил обратно и обратно у него опять она также сама быстро работает. То есть, ну, здесь такой супер-маленький, конечно, фрагмент, из него мало чего понятно, но если так чисто посмотреть, да, более внимательно посмотреть на все это дело, то здесь видно, что вот, видите, он нажимает кнопку, потом решает, что он хочет ее быстро отпустить и быстро опять нажимает. То есть у него перезарядки, ну, практически там нету. Да, то есть он может в любой момент нажимать, отжимать, пережимать эту кнопку и в целом, ну, это отличный плюс, я бы сказал, отличный плюс для, ну, такого, наверное, уж трофейного устройства. Так, дальше у нас идет фрагментик чуточку, а, моей вебки, кстати, не видно. Моей вебки не видно, я что-то как-то даже не заметил, что она перекрывается. Так, сейчас мы сделаем, чтобы было видно. Дальше у нас фрагментик идет на протяжении, ну, чуть больше 10 секунд. Здесь у нас тоже так же самое видно отжимание этого же самого пробела и быстрая перезарядка вооружения в целом самого вулкана. Ну, и тут можно сразу посмотреть еще и по урону, то есть насколько быстро урон залетает, да, то есть раз, два, три тика, три тика. Ну, поскольку там хп, если так чисто прикинуть, сколько у противника хп в таком тайминге. 3000 хп у Крусейдера, да, 3000 хп у Крусейдера. Здесь у него, ну, где-то треть, наверное, да, то есть у него где-то 1000 хп. 1000 хп он на ддшке без да и по нему исключительно только орех наносит урон. То есть мы можем взять тики, раз тик, два тика, три тика, грубо, да. Три тика по противнику в 1000 хп, то есть это где-то 300, 300, грубо, урона за тик с дд. Значит, если бы он был бы дашный, то это было бы 150 урона. 150 урона за тик, за один, даже не одну секунду получается, я не знаю, сколько тик на вулкане сейчас. Но за один тик урона 150, 150 залетает. В целом, ну, наверное, если так подумать, то это хороший урон. Да, если сравнить, например, с тем уроном, который есть у нас сейчас на... На вулкане в целом мы можем посмотреть, сколько он составляет. И от этого тоже можем отталкиваться, насколько урон у нас повышен. 80 урона у нас обычный урон. А там 150, плюс-минус. Да, то есть это практически в два раза больше урона. Но чисто по вот моим наблюдениям, практически в два раза больше урона. А может быть и даже в два раза больше урона. То есть если там 1000 хп... И было по 300, потому что танк без ДАшный, а он с ДД. То это по 150 урончика без ДДшки. А 150 урончика это как раз-таки получается практически в два раза сильнее вулкана урон. Практически в два раза сильнее. Но это очень и очень интересно, интересно. Так, ну и еще один фрагментик у нас есть. Тоже относительно такой небольшой фрагментик. Так, а это же самый фрагмент. Это же самый фрагмент, только он более удлиненный что ли. То есть здесь так же самая навалочка урона. И дальше здесь погибает орех. В принципе... А здесь у нас что? Да, здесь у нас то же самое. Два фрагмента у меня одинаковых кинул. Я думал, что это еще один какой-то более длительный фрагментик. Обидно, конечно, что не так много. И не так много можно понять из этого всего. Но в принципе, что мы можем четко видеть. Да, то есть перезарядка супербыстрая. Урон повышенный у вулкана 100%. Да, то есть 100% повышенный урон. Перезарядка быстрая на стволе. Соответственно, ты практически никогда не будешь гореть. Если ты будешь просто отжимать кнопку, то, соответственно, у тебя и горения не будет. Да, если у тебя не будет горения, то и накидочка твоя в моменте будет значительно лучше, чем на других устройствах. Также здесь есть возможность хороших углов. Да, и дополнительно еще у тебя ускорение твоего ствола. Как совокупность двух, как минимум, устройств выглядит интересно. Да, то есть если так чисто взять, какие устройства у нас вместе. То есть это усиленные приводы наводки плюс регулятор скорости стрельбы. То есть эти два устройства есть вместе. Плюс эти устройства не дают, если я не ошибаюсь, дополнительный урон. А здесь есть еще и дополнительный урон. Хоть мне ДСАшка написал, что урон у нас плюс 50%. Но исходя из того фрагмента, который я увидел, то там практически 100% дополнительного урона. Практически сотка. То есть практически в два раза больше урон. А может быть и не практически, а может и так и есть. Ровно в два раза больше урон с этого устройства. В целом, выглядит очень и очень интересно. И для тех ребят, которые набивают, возможно, трофеи. Это устройство будет интересным. А быть может, быть может, это не трофейное устройство. А какое-то новое устройство, которое в ближайшем будущем появится в нашей игре. Конечно, обидно, что фрагментов так мало и они такие короткие. Но в любом случае, это больше, чем ничего. Чем просто картинка и пояснение в виде информации. То есть по сути у нас вот характеристики, которые он написал. Скорость поворота плюс 50. Ускорение поворота плюс 50. Время вращения ствола минус 90. Время остановки ствола минус 90. Заряд минус 50. Скорость снаряда плюс 25. И урон плюс 50. То есть вот это чисто его наблюдение, которое он заметил в рамках обзора этого устройства. Да, я в свою очередь скажу, что урон больше, чем плюс 50. Может быть даже плюс 100%. И, соответственно, в два раза больше урона наносит это устройство. Пишите, что вы думаете по поводу этого вулкана. Чего вы заметили, возможно, интересного из такого обзорчика. Обязательно поддержьте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Присоединяйтесь в дискордик. Ну и пишите все мысли в комментариях по поводу этого вулкана. Под этот видос. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.